Добрый вечер, уважаемые телезрители! Участие школьники, воспитанники дошкольных организаций, естественно, говорили о том, как необходимо обращаться с нашими братьями меньшими. Но проблемы существуют куда страшны на сегодняшний день. Это, скажем так, хроническая проблема, отстрел животных, бродячих, которой мало кто остается равнодушным. Об этом хотелось бы поговорить более подробно. В начале этого года говорили о том, что отстрел бродячих животных незаконный. Это надзорный орган. Это было признано прокуратурой города Октябрь. И тут же появились надежды, что, наверное, уже дело за открытием официального отриза. Что-то изменилось после этого? Надежда умирает последней, хочется сказать, конечно. Мы тоже было обрадовались, что наконец-таки признали отстрел незаконным. Но пока было заявлено о том, что будет создан приют. Но пока на сегодняшний день ситуация не изменилась. Отстрел, я даже не знаю, ведется и кем он ведется. Отстрел, тем не менее, существует на сегодняшний день. Потому что нам позвонят люди на наш телефон и говорят, что, допустим, недавно в районе рынка Жилгородского был отстрел кошек. Приехали какие-то непонятные, как всегда, машины без опознавательных знаков. Этих кошек там отстреляли, отловили, погрузили на тележку и увезли. Если мы звоним, вот отдел ветеринарии и сельского хозяйства, говорит, это не мы, мы не стреляли. Мы сейчас отстрел не признаны. Кто это делает? Непонятно абсолютно. Непонятно, то есть спасают, приезжает машина, спасатели от департамента по чрезвычайным ситуациям. И про это мы даже снимаем репортажи порой, как они снимают, совершают героический поступок с дерева, крохотное животное. А с другой стороны их, вот видите, отстреливают. Да, стреляют из собак. А по поводу приюта, ну, была озвучена такая идея прокурорам. Но пока, насколько нам известно, приюта в городе нет, и он пока как бы не планируется. Создание этого приюта, во всяком случае, официального приюта городского нет. Как будет дальше развиваться ситуация, мы пока не в курсе. Хотя бы, конечно, мы очень надеялись на то, что ситуация изменится в лучшую сторону. В газете «Эврика» сегодня вышел интересный материал, был опубликован о актюбинском молодом человеке, об актюбинце по имени Дима Самойлов. Он содержит, открыл частный питомник. Получается, пока это дело рядовых граждан. Ну, сразу хочу сказать, что питомник и приют – это немножко разные вещи. Питомник – это, как правило, питомник милицейских собак, где собак породистых выращивают и отдают дальше на службу. А приют – это вот как раз-таки то, что мы вот сегодня… Да, я тоже прочитала в «Эврике» про Диму, я с ним хорошо знакома, очень хороший молодой человек. Некий пункт передержки. Да, человек. Но это опять-таки частное лицо, у него есть своя территория, и он открыл просто по мере необходимости, потому что началось с двух-трех щенков, и стали люди приносить щенков, котов. И он вынужден был создать некий пункт передержки для собак и котов, которые он, опять-таки, хочу заметить, содержит на свои средства, ни копейки из бюджета. Вот ежегодно, опять переходим к средствам, очень болезненная тема для всех, да, то есть ежегодно выделяется на отстрел, опять-таки замечу, на отстрел животных из городского бюджета огромные суммы. Нас всегда удивляет, почему… Если не ошибаюсь, в этом году 27 миллионов. 27, да, опять-таки, вот в газете Эврика, вот это все задокументировано, было в этом году опубликовано 21 августа, что на отстрел в этом году в городе выделено 27 миллионов 529, 0,89 тенге. Такая интересная сумма, какая-то даже не круглая. То есть, насколько мне известно, начиналось пару лет назад с 11 миллионов, потом стало 14, потом 16, потом 27 миллионов. То есть, очень как-то интересно, возрастает сумма, но если сумма возрастает, то это, понятное дело, что неэффективно, значит, это поголовье увеличивается, значит, сумма выделяется, деньги расходуются неэффективно. Мы всегда говорили, почему такие деньги выделяются на смерть? А нельзя ли хотя бы часть этих денег выделить для сохранения жизни, а не для того, чтобы убить этих животных, которые имели несчастье родиться на улице? Почему их нужно убить? Лишь только потому, что они родились на улице? Это предложение делалось, Акимар? Неоднократно. Неоднократно делалось оно нашим городским властям, но у нас всегда одни и те же отписки были, то есть, что денег на приюты или там на пункты передержки не заложено в бюджет. То есть, на отстрел заложено, а на такое, скажем так, благородное дело не заложено. И дальше это спускалось как-то дальше по нисходящей линии. И, в общем, к сожалению, пока ничего мы не добились, и вот как-то тоже был гость вашей программы начальника сельскохозяйств, ветеринарии, сельского, департамента по сельскому хозяйству и ветеринарии, он тоже сказал, что такого прецедента пока еще, скажем, в Казахстане нет и в России, чтобы приют создавался на деньги, скажем, государственные. Ну, говорю, давайте создадим, почему бы нет, давайте будем первыми. Но пока с нами как-то не идут на диалог, к сожалению, у нас как-то не выходит такого ровного разговора. Хотя вот Всемирная декларация защиты животных говорит, что любое живое существо имеет право на жизнь и уважение. Вот это вот наш девиз. Есть телефонный звонок, послушаем телезрителя. Добрый вечер, принимайте участие в нашей беседе. У меня вопрос к вам. Сейчас столько собак завелось, бездомных. Что с ними делать, если, говорят, не разрешается уже отстрел? Они, как известно, бросаются на людей, кусают детей, дети в школу ходят со школой. Вот, ну, что делать? Вы сами знаете, что... Ну, вы за, чтобы их отстреливали, либо вы сторонник того, чтобы был пункт передержки. В чем вы видите? Они будут ходить бездомными, ищут пропитание себе и бросаются на людей, надо что-то с ними делать. Даже люди переезжают с места на место, с города, с другой город, оставляют этих хороших собак. Я сколько их вижу? Спасибо. Вопрос очень актуальный, спасибо за вопрос. Я ожидала такого вопроса, да. Прежде всего хочу сказать, что откуда берутся бездомные животные? Они не возникают сами по себе, в этом виноваты мы, люди. То есть мы берем котиков, мы берем собачек, поиграли, выбросили их, потому что они там дерут нам мебель, обои и так далее, и так далее. То есть это прежде всего безответственное отношение людей к своим питомцам, это раз. Вторая проблема, откуда берется такое огромное количество, такая популяция растет бездомных животных. Люди не хотят стерилизовать и кастрировать животных. То есть во всем нормальном цивилизованном мире принято как? Если это не породистое животное, если ты не заводчик, то есть не имеешь лицензии на разведение животных, ты обязан стерилизовать и кастрировать свое животное, дабы не рождалось ненужное потомство. У нас, опять-таки, полностью пренебрегают этими правилами. А, кстати, это прописано в правилах содержания, с этим мы абсолютно и полностью согласны. И, естественно, эти все щенки, эти кутята, эти котята выбрасываются на улицу. Естественно, собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Просто собаке нужно как-то выживать. То есть ваше мнение и безответственные отношения их хозяев. Да, безответственные отношения. У нас тоже возникает вопрос, а что же делать с этими животными? Мы боремся за то, чтобы их не отстреливали. Но должна быть тогда альтернатива. Мы, опять-таки, предлагаем, давайте какой-то альтернативный метод будем использовать. Потому что отстреливать – это просто негуманно, это жестоко. Хотя, опять-таки, мы абсолютно против того, чтобы существовали бездомные животные на наших улицах. Мы просто за гуманное решение этого вопроса. И, опять-таки, да, вот на сегодняшний день опять стоит вопрос, вот что, приюта нет, отстреливать нельзя. И опять мы заходим в тупик. Значит, опять, поскольку мы не пришли к какому-то общему мнению о том пристройстве, устройстве какого-то приюта, пункта передержки, будут стрелять. Мы опять будем за это бороться. Но, опять, это морально какой-то нравственный, этический комплекс вопросов. Понимаете, нельзя убивать животное, потому что оно родилось и выросло на улице. Это просто жестокость порождает жестокость. Дети, которые видят, что сплошь и рядом такие случаи, когда убивают животных на глазах. Сколько было таких статей в реке, в диапазоне. То есть это порождает жестокость. Значит, мы будем дальше, как бороться с этими вещами. Но на данный момент, к сожалению, вопрос остается открытым. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Слушаем вас. Алло. Задавайте свой вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте. А я хотел, наоборот, выступить в поддержку общества «Комфорт» и сказать большое им спасибо. Большое им спасибо за их благое дело, за то, что они спасли столько жизненных кошек, этих собак несчастных, которые у нас тысячами бродят по городу. У вас у самого есть домашние животные? Обязательно, конечно. Ну вот есть сейчас новые правила по их содержанию. Вы знакомы с ними? Ну, конечно, конечно. А как же? Во-первых, они должны быть чистенькие, всегда привиты. Не мешать соседям, скажем так. И, во-первых, ухаживать мы должны за ними, ухаживать и любить, в первую очередь. И любить. Спасибо. О правилах по содержанию животных. Они разработаны местными властями, опять-таки, уже узаконены. На ваш взгляд, они сырые, либо полноценные? Ну, скажем так, они, конечно, сыроватые, хотя со многими пунктами я соглашусь о том, что, конечно, прежде всего, они должны содержаться в условиях, которые соответствуют нормам. То есть, там, определенная площадь, ухоженный, привитый и так далее. Опять-таки, мы говорим о том, что если вы не являетесь заводчиком породистых животных, вы должны просто обязаны стерилизовать и кастрировать. Вот. С этим абсолютно согласны. Другое дело, что там вот прописано в этих правилах, что нельзя собак там выгуливать там-то, 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 там-то. Что собака должна быть на поводке, с этим я абсолютно согласна. Что он должен быть на морнике. Но я не согласна, не то, что не согласна с этим. Если что-то запрещать, значит, нужна какая-то, должна быть, альтернатива. Вот нельзя выгуливать собак, допустим, там, на детском... Ну, у нас и детских площадок, по сути, нет. Если там песочек какая-то гороженая, грязная, это не значит, что это детская площадка. Хотя там мамаша возмущается, что нельзя говорить. Где, знаете, как в том фильме «Бриллиантовая рука» гулять собак воспрещается. А где гулять собак? У нас площадок нет, во всяком случае, мне неизвестно ни одной площадки, которая была у нас. То есть в каких-то моментах вы считаете они сыроваты? То, что должны люди убирать экскременты за своей собакой, я тоже согласна. Но у нас пока еще менталитет людской не позволяет, хотя в странах Бенелюкса это абсолютно нормально. Ходить с совочком за собачкой и убирать. Но площадок у нас пока нет. И вот там говорится, либо на каком-то пустыре. Но если человек живет вот тут где-то в центре города, как же ему идти на пустырь? Ну как-то это несколько диковато. Поэтому нужно создавать, я согласна, то, что нужно людей, которые содержат животных, это ввести регистрацию, либо участковые, либо нужно создать какой-то орган надзора, который будет регистрировать домашних животных. Пусть какой-то небольшой налог в год снимается, платят люди. Если это будет идти на благое дело, скажем, на создание той же площадки для выгула, или на создание какого-то приюта для животных. Я только за. Все должно быть цивилизовано. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Вечер добрый. Хочу задать вопрос гости. Вот я живу в частном доме. У меня есть животное. Одна собака и три котика. Летом собаку ветврач привил, сделал привык к бешенству. А котикам не сделал. А почему? Или мы сами за счет своих средств должны сделать вот этот против бешенства уколы. И если есть бесплатные, где они? Я знаю, что они платные в лечебницах. А у меня там они по карману сразу на троих кошек. Интересно, сколько они стоят, эти прививки? 1200 стоит. Каждой кошке 1200 от бешенства. А для собаки сделали бесплатно. Ветеринар дал паспорт для собачки. Хорошо. Спасибо. Ну вот то, о чем как раз таки я и говорила. Возвращаемся. Вот если бы, допустим, выделялись какие-то средства на вот эту систему бесплатного или программа массовой стерилизации бездомных животных, создание ветеринарных станций, предлагающих населению бесплатную вакцинацию, льготную, доступную по цене стерилизацию и вакцинацию, было бы прекрасно. Тогда бы не возникало вот таких вопросов. Я согласна, да, 1200 за каждую кошку, это уже 3600, да, получается. То есть это ощутимо для семьи со средним достатком. Но, к сожалению, на сегодняшний день это можно сделать только в частной клинике и платно. Я, правда, не совсем знаю, почему, допустим, собаки сделали бесплатно, а кошкам платно. Но на сегодняшний день, к сожалению, не существует такой программы, чтобы можно было бесплатно сделать такие вот прививки от бешенства. Хотя это нужно, тогда бы мы меньше сталкивались с вот этими вот какими-то постоянными случаями укуса, там, укуса детей или вообще людей, бешеными животными, собаками, кошками. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, вы в эфире, спрашивайте. Добрый вечер. Наталья, я хотела бы задать вам вопрос. Да, я слышала. По поводу вашей компании, Комкор. Вы конкретно, вот конкретно, чем вы занимаетесь? Я так и не поняла. Конкретно мы занимаемся тем, что мы пропагандируем гуманное отношение к животным. То есть мы проводим в школах лекции, какие-то бесплатные, естественно, лекции, какие-то уроки гуманности. Мы иногда, когда у нас позволяют возможности, мы делаем такие небольшие акции вот ко дню защиты животных. То есть наша, на сегодняшний день наша деятельность, к сожалению, ограничивается пока только что такими вот информационными, что ли, услугами. Но у нас есть трубка, такая информационная трубка, куда нам звонят люди, которые хотят приобрести животных, и люди, которые хотят отдать животных. То есть у нас такая база данных. Мы бы хотели, конечно, чтобы у нас был пункт передержки, чтобы наши функции расшились, но, к сожалению, сами понимаете, на это на все нужны деньги. Мы средствами абсолютно не обладаем, мы существуем на свои мизерные какие-то... А собаки, к сожалению, не платежеспособны. И мы пока, к сожалению, занимаемся вот такой вот информационно-просветительской деятельностью на сегодняшний день. Спасибо. Вопросы о животных как-то вообще с законом регламентированы? К сожалению, к сожалению, вот в Казахстане это, пожалуй, едва ли не единственная страна в мире, где нет законов, регламентирующих сферу взаимоотношений животного мира и человека. То есть на сегодня это полный хаос. Вот власти, например, на местах абсолютно не заинтересованы в поисках пути гуманного и действительно эффективного решения вот этой проблемы с бездомными животными. И законов, регламентирующих, опять-таки, вот эту сферу деятельности, к сожалению, нет. Они настолько расплывчатые. То есть я, например, вот мне неизвестно никакого, допустим, прецедента, где бы было какое-то существенное наказание за жестокое отношение к животным. То есть, опять-таки, это полный хаос и полный вакуум, к сожалению, пока вот в законодательстве. То есть наши коллеги, скажем, из Алматы, там довольно сильная такая защитная организация, которая, кстати, тоже занимается пока только информационной деятельностью. Они тоже создали вот сайт и страничку в Фейсбуке. И вот мы сейчас собираем подписи, стараемся собрать более 10 тысяч подписей для того, чтобы вот этот вот запрос на законодательный уровень вывести вот эти все вопросы, чтобы мажорист республиканский как-то в конце концов отнесся серьезно к этому вопросу. Ну вот как раз-таки мы подходим в таком случае к выводам. Какие выводы могут быть из сегодняшней нашей беседы? Выводы могут быть такие, что пока, к сожалению, наше общество не достигло того уровня, опять-таки, даже не странами, не люкс, а, скажем, стран, ну, чуть более низким уровнем жизни. И нам хотелось бы, конечно, достичь какого-то положительного диалога с властями, чтобы глаз вопиющего не был услышан. Сегодня хорошее слово прозвучало, налог на кошек и собак. То, что касается налогов, это у нас всегда за пожалуйста, но потом дальше, куда расходуются эти налоги? Вот, например, я как налогоплательщик, да, я не хочу, чтобы мои деньги расходовались на убийство. Я хочу, чтобы этот вопрос решался гуманным путем, понимаете? Если бы все это было скомпоновано, если бы комплекс, это комплекс мер, который решит этот вопрос даже не за один год, а за несколько лет. Если бы все это было регламентировано и узаконено, то я бы думаю, что мы придем когда-нибудь к положительному результату этого вопроса, непростого. Ну, будем надеяться. Вы с вами в начале беседы говорили, что надежда умирает последней, на то она и надежда. И будем пришелся с телезрителями на этом. Спасибо за внимание. В студии были Акмарал Майкозова, а также Наталья Тенчерова, исполнительный директор Общества защиты животных, Общественного объединения Комкоры. Говорили мы сегодня о правах животных, в том числе и братьев наших меньших. Всего доброго, спасибо за внимание. Спустя пару минут Асобия Каимбетов ознакомит вас с новостями на карманском языке.